Ракун-Сити Ракун-Сити Начнем с того, что город Ракун-Сити был основан в 1901 году, то есть в начале 20 века. Такое название город получил в честь енотов, которые заполонили окрестности. Уже в 1962 году отдаленность города привлекла внимание британского аристократа, Озвеева Спенсера, который заказал строительство особняка и научно-исследовательского центра в глуши Ракунского леса. Через год Майкл Лоурен, инженер и по совместительству выдающийся электрик, проводит электрификацию города. Через пять лет, то есть в 1968, Майкл планирует запустить трамвайную линию, создавая систему первого общественного транспорта. В 1969 году братья Кайт создают систему метрополитена в городе, и изначально она охватывает всего лишь пару миль и соединяет между собой три станции. Сам город успешно развивается при поддержке корпорации Амбрелла, которая финансирует большую часть городских проектов, чем завоевывает доверие большинства граждан Ракун-Сити. Сама корпорация была создана тем же британским аристократом Озвеевым Спенсером, который построил в городе фармацевтический и химический завод. И благодаря тому, что в городе шел экономический рост, метрополитен пользовался у населения большой популярностью и постепенно расширялся до восьми станций. В 1987 году на волне своей популярности новым мэром Ракун-Сити был избран Майкл Уоллер, который вступает в политический сговор с корпорацией Амбрелла. А в конце 80-х годов, в 89-м году или в 88-м, Центральный городской музей искусства был закрыт и куплен местным отделением полиции, из-за того, что в центре города просторная парковка была расположена удобно. А после капитального ремонта здание вообще стало полицейским участком. В начале 90-х, в 91-м году, Амбрелла начинает свое тайное строительство подземной лаборатории. Через год Амбрелла оказывает финансовую поддержку в строительстве больницы общего профиля. Амбрелла не только финансировала городские программы, но и оказывала помощь в строительстве государственного жилья и участвовала также в поддержании общественного порядка. И таким образом, она стала опорной точкой экономики города. 30% населения работали на Амбреллу и ее дочерней компании. В 1996 году правительство объявило о городской программе «Яркий проект 21 века» при поддержке нескольких местных компаний-спонсоров. Амбрелла становится главным спонсором программы, и одним из самых значимых вкладов проекта было создание специального отряда по борьбе с преступностью, которое выросло на фоне успешного развития городской экономики. Отряд получил название «Старс». Но что-то пошло не так, и уже в 1998 году город подвергся крупнейшему в истории биологическому заражению, и правительством было принято решение о стерилизации города путем его уничтожения. Сначала поговорим про территориальное деление города, про достопримечательности, экономику, а затем уже перейдем к 1998 году. Территориальными единицами Раккун-Сити являлись районы, которые имели наименование в определенной границе. Самые важные районы – это центральный, периферийный, кедровый и пригород. Центральный район располагался к северу от Энердейл-стрит. Район является смешанным и включал в себя живые некоммерческие здания. Периферийный располагался на юге от Энердейл-стрит. В основном включал в себя коммерческие здания. Кедровый располагался вдоль круговой реки, к востоку. Район являлся промышленным, а пригород находился на севере и востоке города, в окружении густого леса. Достопримечательности. Полицейский участок. Это здание, которое раньше принадлежало музею искусства. Главный его холл украшает фонтан со статуей. Подземная лаборатория Амбрелы. Это одна из секретных лабораторий, которая была расположена в районе заброшенной фабрики, на окраине Раккун-Сити. Она использовалась Уильямом Биркином и его сотрудникам, которые изучали Т-вирус и Дж-вирус. И именно здесь Уильям вводит себе инъекцию Дж-вируса после того, как его расстреливает специальный отряд Амбрелы. Эмми с Дина. Это кафеша, которая посетила главная героиня Resident Evil 2, Клэр Редфилд. Она же младшая сестра Криста Редфилда. Оказавшийся внутри зомби, едва не убил девушку. Однако в последний момент к ней на помощь пришел офицер Кеннеди. Это, если что, бывший офицер полиции Раккун-Сити. Продолжение следует... Раккун-Сити... Продолжение следует... А bueno... Коми... Доброе утро. Меня зовут Леон Кеннеди. Доброе утро. Минь это Клаир. Клаир Редфилд. Я пришел к нашему брату Крис. Слышь! 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 Мы должны отходить сюда. Ты в порядке? Да. Я думаю так. Спасибо. Вы можете отмечать меня позже. Когда мы в безопасности. Минь. АААААА!!! ХОГОГОГОГОГОГОГОГОГБЫ 'verinn. Держи! Держи! Держи. Что там взходит? Я не знаю, возможно, они будут ответить на полициях. Что, вы выживание? Да, Леон Кеннеди. И ты? Клэр. Клэр Редфилд. Ты живешь здесь? Нет. Я искал мой брат. Он тоже. Ну, хорошо, что мы нашли друг друга. Я не знаю, что ждать больше. Местный оружейный магазин Кенда, владельцем которого был Роберт Кенда, закрылся. По причине того, что в магазине произошло нападение зомби, которое убили владельца и разбили витрину магазина. Бар Блэк Джек, в котором Джилл Валентайн встретила Брэда Виккерса. Бутик, который доступен после прохождения Resident Evil 3 Nemesis. Склад, ресторан Grill 13, в котором Джилл встретила преследователя. Часовная башня Святого Михаила, которая до вспышки вируса была популярной туристической достопримечательностью. Главная больница в Раккун-Сити, которая была открыта в 1992 году. Большой Раккунский парк. Заброшенный завод. И офис корпорации Umbrella. Он расположен в центре города Раккун-Сити. Такие вот дела. А что касается экономики города, то опять же, экономика у города была хорошей. Я бы даже сказал отличной, но опять же, экономический рост города напрямую зависел от финансирования корпорации Umbrella. И в городе функционировали всего лишь два завода. Фармацевтический и химический. Пожарные и полицейские службы тоже финансировались компанией Umbrella. Так что же происходило в 1998 году? Да, 29 сентября того же года начались события игры Resident Evil 2. Однако, вся эта история с вирусом началась еще раньше, 2 апреля того же 1998 года. 2 апреля местная экологическая служба сообщила, что проверка муниципальной системы водоснабжения показала высокий уровень опасных токсинов. Они предположили, что это было вызвано промышленными отходами Umbrella. Уже в мае в секретной арклейской лаборатории Umbrella произошла утечка Т-вируса. В результате этого случая в пригороде были зафиксированы случаи жестоких убийств, совершенных персоналом и подопытными животными, которые заразились этим же Т-вирусом. Первый случай был зафиксирован 20 мая. На берегу мраморной реки было обнаружено изуродованное тело женщины. Через некоторое время стали известны и другие случаи. Убийство семьи из трех человек в западной части, 39-летний мужчина в районе реки Мендес и пожилая пара к северу от Арклейских гор. Жертвами в основном становились отдыхающие туристы, которые отважились пойти в лес. А показания трех свидетелей совпадали. Они описывали зомби и серберов. Уже к июлю месяцу число убийств выросло до 30. Некоторые показания свидетелей сводились к невероятным теориям. Эксперименты инопланетян над людьми и бессмертные убийцы. Полиция была озадачена. Они пытались найти внятное объяснение этим происшествиям и остановить их, сваливая все на культовый подтекст. После этого дорога, ведущая к Арклейским горам, была забрена Ракунской полицией, а население было предупреждено о том, что ходить в лес и горы строго-настрого запрещено. 23 июля отряд Браво из подразделения Старс был отправлен на Арклейские горы, дабы расследовать серию ужасных убийств. В ходе расследования им удалось обнаружить поезд Экспресс-Эклиптика, научно-исследовательский центр и Арклейскую лабораторию Амбреллы. Но, тем не менее, только четверо человек из семи смогли пережить ту ночь. Через день, 24 числа, отряд Альфа из того же подразделения отправился на поиски пропавшего отряда Браво. Из 12 офицеров Старс живыми вернулись лишь пятеро. Они в своих же отчетах сообщили о том, как нашли особняк, в котором корпорация Амбрелла проводила незаконные биологические эксперименты с мутагенным агентом Т-вирусом. Несмотря на то, что местность кишила результатами этих экспериментов, доказательства с особняком были уничтожены. Коррумпированный начальник полиции Брайан Айронс быстро замял дело против Амбреллы. Официальное расследование не проводилось, а заявления выживших офицеров получили отказ в рассмотрении. Взрыв в особняке официально был назван нечастным случаем. Каннибалистические убийства и случаи в особняке повлияли на работу нескольких городских отраслей, так как в ночное время работа химического завода приостановилась, промышленное производство сократилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Многие граждане, например, воздерживаются от прогулок в ночное время суток, повышается спрос на огнестрельное оружие. Вот так вот все получилось. В сложившейся ситуации в пригороде нанесло сокрушительный удар по туризму. Сама корпорация Амбрелла отрицала какую-либо причастность к событиям в особняке и заявила о готовности оказать любую финансовую поддержку муниципальным органам власти, дабы восстановилась экономика. Репутация полиции падает в связи с происшествием. Были приняты решительные меры, чтобы восстановить доверие со стороны населения. Полностью переформирован отдел и приводит он к распуску старств и созданию полицейского спецназа SWAT, ну или SWOT. Еще в июне ведущий ученый Амбреллы Уильям Биркин устраивает биологическую катастрофу в городской канализационной системе, перезагружая систему утилизации на установке по сжиганию отходов B12A. Это и становится причиной заражения персонала на объекте утечки вируса в окружающую среду. Из-за грязнения городского водоснабжения. Вирус неспешно, но распространяется по городу. Вообще считалось, что это кожное заболевание сопровождалось некрозом. И оно получило название каннибалистическое заболевание. Проводя изучение заболевания, комитет здравоохранения и санитарного контроля пришел к выводу, что это был какой-то новый штамм вируса. 23 сентября операция по изъятию G-вируса прошла неудачно. Отряд USS Ханка был уничтожен. Т-вирус попал в канализацию и быстро распространялся среди грызунов и насекомых. После чего вспышка вируса охватила весь город. После получения отчета Umbrella о происшествии, мэр Майкл Уоррен покидает город под стражей армии США. А Брайан Айрон сходит с ума и подрывает деятельность полиции для того, чтобы никто не смог покинуть город. Через день во время футбольного матча на стадионе Уоррен между Raccoon Sharks и Old Court Thunders инфицированные мутировали в зомби и напали на толпу людей. Это вызвало резкий всплеск инфекции. Понимая, что ситуация достигла критической точки, заместитель начальника полиции Раймонд Дуглас задействовал план по масштабной эвакуации города. По плану Дугласа, полицейские Гарри, Эллиот и Эдвард закладывали бомбу на Мейн-стрит, в то время как Дуглас с другими офицерами Артуром и Дорианом эвакуировали гражданских. Однако много было убито офицеров во время этой операции, включая самого Дугласа. И тем не менее бомба на Мейн-стрит была взорвана, уничтожив большую часть инфицированной толпы со стадиона. Тем самым было выиграно время для дальнейшей эвакуации. Вирус продолжал распространяться по всему городу. Под конец ночи пожар вспыхнул в местной гостинице Apple Inn. Весь город охватил хаос, инфекция распространялась, а случаи возгорания фиксировались уже по всему городу. 25 сентября перед самым рассветом Пентагон объявляет легенду о радиоактивном элементе, который просочился в город. Военный следственный отдел США был отправлен на расследование. Полиция и национальная гвардия боролись за город, но хаос вышел из-под контроля, и попытки эвакуации не увенчались успехом. 26 сентября в город был отправлен отряд UBCS для того, чтобы спасти мирных жителей, но и он в скором времени был уничтожен. И в течение нескольких последующих дней полиция была также уничтожена. В ночь на 30 сентября Раккун-Сити был разрушен и наводнен мутировавшими тварями. Большая часть населения погибла, а полиция вместе с отрядом UBCS были полностью уничтожены. Далее события разворачиваются таким образом, что особый комитет Конгресса под давлением официального государственного чиновника Дерека Симмонса отправляет на рассмотрение президента решение о стерилизации, то есть уничтожении Раккун-Сити. Уже 1 октября на рассвете город был полностью уничтожен экспериментальными ракетами. И для того, чтобы избежать огласки о причастности правительства США, официальный доклад о ракетном ударе был засекречен. Без внимания остался и тот факт, что в городе произошла утечка вируса, и США сравняли Раккун-Сити с землей для того, чтобы предотвратить его распространение. Столкнувшись с возмущением общественности по поводу своего решения об уничтожении города, президент США подал в отставку. Как вы понимаете, Раккун-Сити — это вымышленный город, и он существует только во вселенной видеоигр Resident Evil, ну или Обитель Зла. В нашей реальной жизни его вообще нет. Да, если вспомнить серию фильмов Обитель Зла, которая просто является киноадаптацией этой игры, если вспомнить первую и вторую часть, то да, там события происходили в Раккун-Сити. Однако, все это выдумка. Специально было придумано для фильма. Да и вообще, как я уже сказал, это всего лишь киноадаптация одной популярной японской игры — Resident Evil. А для съемок они выбирали реально существующие города. Взять ту же вторую часть — сиквел первой части «Обитель Зла 2. Апокалипсис». В Википедии написано, что вместо съемок они использовали следующее — Берлин, столица Германии, в трех городах Канады — Брамптон, Торонто и Гамильтон. Ну, вы все понимаете, да? Да, это очевидно, но тем не менее. Все это действительно так. То есть в нашей реальной жизни Раккун-Сити не существует и не существовало никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова